Приветствую, это Сэпиент и я рад представить вашему вниманию небольшой богофикс, вышедший вот прям в очень срочном порядке к идеальной индустриальной сборке версии 1.0.2. Изменений на самом деле крайний минимум. Мы теперь еще раз более тщательно отключили генерацию ванильного Незеркварца в Незере. И теперь, как видите, его здесь нигде нет. Появился снова он после добавления мода Custom War Generation, который каким-то странным образом начал конфликтовать с греговским конфигом, отключающим Незеркварц. И в общем в итоге Незеркварц обратно появился. Вот теперь его снова опять нет. Ну и второй небольшой, даже не то чтобы бага фикс, а скорее... В общем в версию 1.0.2.1 случайно попал мод для работы шейдеров. Я его тестировал и просто забыл выключить и удалить из сборки. Соответственно, текущая, последняя версия 1.0.2.2, которую вы всегда можете найти на Яндекс.Диске. Папочка для разных версий, одна и та же, никогда не меняется, последняя версия всегда там. Описание изменений в Google Документе, ссылочка под видео. Документ один и тот же, никогда не меняется, я его по ходу дела дополняю. Описание того, что поменялось, достаточно полное, всегда там. Ну и плюс я решил немного изменить алгоритм нумерации версий. У крупных обновлений, которые связаны с добавлением какого-то функционала, изменением каких-то рецептов, или в общем с добавлением каких-то новых идей к сборке, будут иметь номер что-нибудь типа 1.03, 1.04, 1.05 и так далее. А вот бага фиксы, исправление ошибок, допущенных при... в этом самом обновлении, каждом следующем. Ну, я конечно надеюсь, что их не будет или будет минимум, но как показывает практика, они все-таки случаются. Ну так вот, бага фиксы будут нумероваться следующим образом. Как вот текущие 1.0.2.1, 1.0.2.2, 1.0.2.3 и так далее. То есть изменение второго разряда, это обновление версии с дополнениями и так далее. А вот изменение третьего разряда, это чисто бага фиксы, в которых так или иначе исправляем все, что внезапно накосячили сами же при добавлении этих самых каких-то новых скриптов, рецептов, идей и так далее. Ну и плюс для удобства, я объединил все видео, касающиеся идеальной индустриальной сборки, в один плейлист. И теперь следить за историей ее развития будет несколько проще. Ну и в общем-то на этом у меня все. Всего доброго и до новых встреч. Панзай!